Уважаемый Дмитрий Анатольевич, уважаемые члены правительства, в соответствии с законом о конкуренции, антимонопольная служба сегодня представляет седьмой ежегодный доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации. Впервые, наверное, в этом году столь обширное было обсуждение на площадках открытого правительства. И если поставить, попрошу второй слайд, и с торгово-промышленной палатой мы это обсуждали с РСПП, опорой, деловой России, ассоциацией милистов и так далее. То есть, в общем, этот документ имел очень в этом году большое обсуждение публичное, и очень много очень ценных наблюдений и инициатив вошло в конечном итоге в этот доклад. Мы даже сделали дополнительный том, который примерно ставит одну треть всего доклада по дополнительным соображениям. Тем не менее, это седьмой доклад, седьмой том семилетней работы, который, как всегда, содержит большой обзор того, что произошло за последний год, общее состояние на различных рынках. Но если вы не найдете, скажем, каких-то рынков, которые вас интересуют, вполне возможно, это содержится в шестом, пятом, четвертом томе или предполагается сделать. Поэтому, как всегда, мы выбираем несколько ключевых рынков на конкретный год или несколько ключевых тем по развитию конкуренции на этот год. В этом году две такие ключевые темы. Это тема государственных закупок и конкуренции в аэропортах. И об этом наиболее подробно сказано в докладе. Но самое главное, в общей части анализируются основные тенденции, перспективы и те шаги конкретные, которые были сделаны или которые надо сделать. На самом деле, как всегда, есть и хорошее в том, что происходило, есть и плохое, о чем, наверное, тоже стоит сегодня сказать. Но этот год очень важен для нас, поскольку появились новые институциональные органы, которые стали заниматься конкуренцией в общенациональном масштабе. Я имею в виду, Ваше решение о создании правительственной комиссии по развитию конкуренции и поддержке малого бизнеса, который возглавляет Игорь Иванович Шувалов. Появление органа управления, которое сегодня принимает решение системное, обязательное для действий министерств, привело ровно к такой ситуации, на наш взгляд, что там, где комиссия занималась конкретным вопросом развития конкуренции, принимала решение, там есть подвижки. Там, где этого не произошло на уровне правительственной комиссии, то есть мы своими силами, либо с министерством экономики, с другими ведомствами пытались что-то сделать, а там успех нас не ожидал. Это показывает то, что именно этот путь является, в общем, очень важным с точки зрения решения реализации соответствующих инициатив. Пожалуйста, третий слайд. Международные оценки говорят о том, что, к сожалению, уровень развития конкуренции, по мнению экспертов, у нас снизился за последний год. В частности, вот по интенсивности конкуренции на товарных рынках мы опустились на несколько мест. Но, на мой взгляд, скорее всего, эмоциональное отношение экспертов и тех, кто оценивает нас сегодня, связано, может быть, даже не столько с тем, что мы реально опустились ниже, условно говоря, в сопоставимых показателях, а в том, что первопроизводное, то есть ускорение темпа роста того, что требует наша экономика сегодня в области развития конкуренции, действительно, в общем, ну, можно сказать, наверное, такие черепашьи относительно тех больших задач, которые перед нами стоят с точки зрения демонополизации рынков, развития конкуренции, соответствующих совершенных институтов. И вот это, конечно, отражение и в некоторой такой пессимистической оценке, которую наш бизнес в этом отношении дает. Основная тема связана с большим государственной экономикой, с административными барьерами и, конечно же, с административным ресурсом. Вот эти три темы, они звучат постоянно. При наличии номинальной конкуренции, вмешательства административного ресурса, по мнению очень многих экспертов, и наших, российских, и зарубежных, это большая проблема, о которой, наверное, стоит помнить. И, конечно же, то, что происходит, связанное с кризисом годы, не только в России, но и в США, и в Европе у нас, конечно, это тоже произошло, когда государственный сектор стал еще более доминирующим, еще более сильным. Конкуренция за счет малого и среднего бизнеса, который, ну, основополагающее значение имеет для нашей страны, тем более, учитывая нашу протяженность, это, конечно, то, чем нужно в первую очередь заниматься для того, чтобы конкуренция развивалась. И это пока не происходит на качественном уровне, хотя есть определенные подвиски. Четвертый слайд, пожалуйста. Ну, прежде всего, я хотел бы сказать о плохих нескольких вещах. Наверное, это будет удобно потом сказать немножко о хорошем. Ну, вот, например, скажем, то, что касается наших естественных монополий, это вечная проблема. Мы, Дмитрий Анатольевич, в прошлом году говорили о том, что нужно вообще подумать, нужен ли закон о естественных монополиях. Было ваше поручение, Игорь Ивановича Шувалова. В аппарате отрабатывался этот вопрос. Но это вопрос, конечно, политический, и он ключевой. Закон о естественных монополиях 1995 года ставит их определенным образом в привилегированное положение, при том, что, наоборот, мне кажется, что внимание к ним и отношение к этим крупным, но, несомненно, очень важным столпам нашей экономики должно быть особенно пристрастным и особенно твердым и требовательным. Потому что, раз они столпы, от них зависит все наше хозяйство, весь наш дом на нашем государстве, то, наверное, и требования должны быть таковы. Закон же делает для них послабление. То есть, в общее законодательство о конкуренции для всех хостсубъектов, будут участвовать металлургические компании или какие-нибудь другие, для них жестче. А для естественных монополий очень много сделано послаблений. Почему? Потому что это закон. 1995 года так вот вывел их в отдельную категорию. А дальше возникли законы о газоснабжении, еще о чем-нибудь и так далее, и так далее, которые еще закрепили эту тенденцию. Поэтому это ключевой такой политический вопрос. Хотелось бы еще раз, если возможно, на нем остановиться. Или, скажем, следующая тема, пожалуйста, пятый слайд, большая. Это гупа-мупы. Ну, я считаю, что очень большое достижение состоялось в решении правительства о программе, связанной с приватизацией и ликвидацией этих самых государственных структур на конкурентных рынках. Это ключевая вещь. Сейчас исключительно важно, чтобы весь план мероприятий правительства был реализован в точности, как это правительством утверждено. Здесь ведь в чем главная опасность? Это так называемая субсидируемая экономика. Гупа-мупы субсидируются часто из бюджетов, либо за счет преференциального подхода по предоставлению им определенных наилучших кусков собственности и так далее. Поэтому, естественно, малая или средняя компания, которая является частной, пытаясь конкурировать с этими гупами-мупами, всегда проиграет. Потому что у нее нет этой субсидии. Поэтому она не может сделать такое хорошее предложение на рынке. И поэтому целые отрасли ЖКХ, пассажирского транспорта, социальных перевозок у нас не могут работать, потому что там сидят субсидируемые гупы. В единственном числе такая искусственная монополия, которая умножена на десятки тысяч ситуаций в наших городах по всем этим позициям ЖКХ, транспорта, социального обслуживания и так далее. Это, конечно, можно изменить, только убрав их с рынка, либо сохранив их, наверное, только в сфере безопасности и обороны. Потому что там они нужны, там действительно есть такая необходимость. Следующая позиция, пожалуйста, шестой слайд. Ключевым элементом для того, чтобы сейчас попытаться очень сильно изменить правила игры, являются достаточно простые документы. Они называются правила недискриминационного доступа в отраслях. В основном имеется в виду, конечно, правила доступа к инфраструктуре. И вот я хочу сказать, что уже из моего опыта, мы 7 лет пытались принять такие правила в отрасли связи. Сейчас спасибо большое Евгению Анатольевичу. Мы очень близки к тому, чтобы принять правила дискриминационного доступа в отрасли связи. А, скажем, принятые правила в Газпроме, слово «не» нужно убрать. Это не дискриминационного доступа, а дискриминационного доступа. Или, скажем, бездорожные правила вообще никакого отношения к реальности уже не имеют. Они были приняты там 10 лет назад, и они уже вообще не отражают ничего, по ним работать нельзя. И мы правила имеем хорошего дискриминационного доступа. Это большой труд, кстати, всех министерств и ведомств. Это правила в энергетике и в сфере услуг аэропортов. Но у нас, например, для портов ничего подобного нет, для связи нет и так далее, и так далее. То есть вот эта часть, к счастью, вошла вся в дорожную карту сейчас. И если мы строго следим исполнение мероприятий дорожной карты, то мы можем получить эти важнейшие документы, которые, в общем, конечно, совсем другую среду создадут в этой сфере. Пожалуйста, седьмой слайд. Использовать инфраструктуру и устроить конкуренцию на маршрутах. Единственное объяснение, что РЖД не выдержит финансово-экономически, и у нас будут большие проблемы. Но на самом деле, когда мы летим частным самолетом и делаем посадку в частном или государственном аэропорту, но, естественно, взлетно-посадочная полоса, то есть инфраструктура приведет государству, никого не удивляет, что мы летим на частном самолете? Если мы едем на частном пароходе и причариваем государственные причальные стенки, ни у кого не вызывает сомнений, что мы едем на частном пароходе? Почему здесь обязательно государством должен управляться локомотив, государственным каким-то служащим, и государственная компания должна всех возить? Но это и есть ключевой вопрос реформы четвертого так называемого этапа, который мы никак не можем решить. Но он сложный, но вообще, говорю, он простой. Он простой на самом деле, потому что в других сферах это давно решено. И здесь должно быть решено. Не видно больших проблем для того, чтобы этого не было. Восьмой слайд, пожалуйста. Ну теперь несколько слов о хорошем. На самом деле, еще раз хочу подчеркнуть, предназначение, по решениям комиссии правительства, и благодаря начале реализации дорожных карт, двух новых институтов, которые имеют для нас ключевое значение, потому что до этого, ну сколько бы мы ни пытались там что-то сделать, ничего не происходило. Что произошло? Ну вот возьмем отрасль связи. Здесь наиболее интересные произошли изменения. Во-первых, принцип технологической нейтральности, о котором мы мечтали 10 лет, когда на стандарте GSM на этих частотах можно оказывать услуги LTE, или на стандарте LTE можно оказывать услуги GSM. И так по другим позициям эта программа стартовала, и это означает совершенно новый этап конкуренции между различными стандартами, различными оборудованиями, которые производятся, компаниями, которые у нас живут в конкурентной среде. Это совершенно другая реальность. Это действительно позиция 21 века. Или скажем то, что, Владимир Владимирович, вами тогда было принято решение год назад, о том, что можно было передавать и сохранять номер между компаниями. Это не только конкуренция, которая существует между отдельными физлицами, и компаниями за них борется, но это и госзаказ, когда мы все привязаны к своим номерам, и поэтому каждый раз то ли Министерство или ведомство выбирает одну и ту же компанию, чтобы не потерять эти номера, и эти тендеры превращаются в профанас. Это, мы вообще говорим, миллиарды экономии для бюджета. Это очень хорошая вещь, она сделана. Но то, что создана база для создания виртуальных операторов, то есть появление сотен, тысяч, десятков тысяч операторов, которые опираются на существующую инфраструктуру и конкурируют между собой, это факт, это сделано сегодня и в нормативном плане продолжается. Ну, кроме того, были по тендеру переданы соответствующие частоты для стандарта ЛТЕ, и они теперь не только у Скартелла, они у всех, у всей большой тройки, даже четверки, наверное. Это тоже очень сильные шаги в этой отрасли. Это, я говорю, только то, что произошло в этот год. Следующий, пожалуйста, слайд девятый. Ну, не только в этот год, но то, что на рынке нефтепродуктов, мы больше не видим ни скачков, ни волатильности, что работают биржевые механизмы, внебиржевые контракты рапортируются, регистрируются на бирже. Мы имеем абсолютно ясные индикаторы цен и предельные значения, как оптий в рознице. И закончили все судебные решения, и уже все высшие суды подтвердили правоту определенных методологических подходов. Эта тема, на самом деле, завершена. Более того, она существует у нас в довольно совершенном виде, и очень мало стран имеют такие развитые системы конкуренции, связанные с определением индексов соответствующих цен и предельных значений. И здесь России, в России можно многому поучиться. Или, скажем, десятый слайд, пожалуйста, лекарственные средства. Ну, я думаю, что здесь говорить о серьезном развитии конкуренции рано, но первые позитивные вещи тоже можно отметить, хотя есть и другие тенденции, к сожалению. Во-первых, появились в законе первые упоминания о взаимозаменяемости препаратов. Что такое взаимозаменяемость препаратов? Это означает, что химические вещества, которые имеют одну и ту же органическую форму, у нас считаются разными лекарствами. Из-за этого они в тендерах не могут конкурировать между собой, они не могут на рынке конкурировать между собой. А на самом деле, в обыдовляющем большинстве случаев это одно лекарство, только называется по-другому. По-другому торговому наименованию. И то, что врачи стали выписывать сейчас рецепты по так называемому МНН, то есть международным непатентованным названиям, как и в Советском Союзе это было, это очень правильно, потому что в противном случае ему пишут уже конкретное торговое наименование, идет в аптеку за конкретным торговым наименованием конкретного производителя, какая же конкуренция. У него в рецепте уже написано, у кого он должен купить. Это все очень важно, так же, как важно то, что стандарты GMP разработаны, они не отложены, и это тоже является важнейшим стандартом, потому что конкуренция без определенных стандартов, основ этой конкуренции не может быть. Что с чем конкурировать, непонятно. Это тоже очень важный шаг. Одиннадцатый слайд, пожалуйста. На комиссии по конкуренции мы, Игорь Иванович, слушали доклад, когда иностранные производители автомобилей пришли и сказали, мы готовы работать по правилам и стандартам в отношении с дилерами, правилами продаж, ремонта, обслуживания, поставки запасных частей по европейской директиве 2010 года. Что это означает? Это означает, что они сейчас подпишут соответствующие документы, и комиссия это рассмотрела, и движение вперед ведет уже прямо на наших глазах. Они предложат, по сути дела, европейский стандарт российскому потребителю. Мы 20 лет бы еще шли бы, пытались заниматься этим делом, но скорее бы не пришли к этому. Что это такое? Это означает, что российские дилеры могут торговать не только одной маркой автомобиля, а несколькими, какими захотят, и будет конкуренция уже даже в этих павильонах. Это означает, что запасные части вовсе не обязательно нужно будет покупать только авторизованных дилеров и эксклюзивных дилеров за три дорого. Это значит, что если нужно, российские мастерские будут, несмотря ни на что, в постгарантийный период спокойно обслуживать российского потребителя. Конечно, по гораздо более низким ценам. Сейчас цены просто за облачные в Москве по соответствующему ремонту и так далее. Это значит, что будет совершенно другая история, которую Европа проходила 20 лет. Мы хотим их за три года пройти, и они соглашаются с этим и принимают правила, которые сформулированы в правительственной комиссии. Двенадцатый слайд. Авиационные перевозки. Ну, опять же, правительственная комиссия приняла решение дальше. Были ваши поручения. Очень важная тема. Произошла либерализация еще по двум странам. У нас в Италию и Францию резко снизились цены, потому что туда были допущены на маршрут конкуренты. Один конкурент на маршруте, по нашей статистике, это уже давно проверенная цифра, минус 17% по цене билета. Но сколько стоили билеты в Париж, и в Ниццу все помнят. Сколько они стоят сейчас, наверное, знаете. Они значительные, просто цены рухнули. Это важно. А то, что происходит демонополизация топливно-заправочных комплексов, которые определяли во многом цену билетов, это факт. Сегодня компании сами могут строить уже нефтяные и продавать тот же авиационный керосин, во-первых, минуя различных посредников, во-вторых, конкурируя с существующим. Например, Шереметьево. Это то, что сделано было реально в прошлом году. Ну и, наконец, по решению, опять же, комиссии допущены иностранные лоукостеры, и наши лоукостеры тоже могут летать. Это означает, что конкуренция с большими компаниями, где удобно лететь, где кормят и так далее, будут составлять компании, которые сегодня за 50 евро везут или ввозят в Европу. Но там, правда, уже, конечно, не будут кормить и так далее, но это для студентов, для людей, которые не имеют много денег, единственная возможность вообще куда-то улететь в жизни. Это все произошло в наших глазах. Это сейчас уже есть, и они продают билеты, они летают, но их мало. И, конечно, нужно предпринимать усилия для принятия законодательства, в том числе по невозвратным билетам, что мы поддерживаем сейчас для того, чтобы лоукостеры могли развиваться, ну и другие компании тоже. Тринадцатый слайд. Госзакупки. Я уже докладывал на правкомиссии эту цифру, я к ней отношусь достаточно спокойно. Она, с одной стороны, очень серьезная, вот на тринадцатом слайде, хочу обратить ваше внимание, а с другой стороны, надо в ней разобраться. Вот благодаря тому, что госзакупочное законодательство и старое и новое предполагает в обязательном порядке требование о разбивке больших лотов на маленькие, для целей каких? Чтобы малый бизнес мог их купить и исполнить эту работу. Вот. Маленьким постановлением правительства считается лот до 15 миллионов рублей. Вот таких лотов было в одиннадцатом году триллион 343 миллиарда, в двенадцатом году триллион 530 миллиардов рублей. Мы знаем, что у нас каждый второй аукцион срывается из-за того, что на него приходит один участник или никто. Значит, половина этой суммы – это сыгранный аукцион. Дальше есть цифра, что 2,9 контрактов у нас не состоялись, расторгнуты по разным причинам. Это что говорит? Что в прошлом году, скорее всего, это не крупные компании выиграли эти маленькие лоты до 15 миллионов рублей, а все-таки это были компании малого и среднего бизнеса. Это значит, что это одна-вторая этой суммы, то есть примерно там 700 миллиардов рублей. По идее, надо это проверять, малые и средние компании получили без процентов ни через ссуды, ни через кредиты, ни через какие-то очень сложные обременительные процедуры, связанные с банком, а напрямую за свои услуги в рамках государственного заказа. А если еще 223 закон мы бы наладили тоже на эту процедуру, а такое предложение одобрено сейчас и на уровне Минэкономразвития, и Минфина, и соответствующие поправки подготовлены, там еще был бы такой триллион, который тоже бы пошел бы над этими маленькими лотами. Только нужно следить нам всем за тем, чтобы это были малые лоты, реально они играли. Значит, если посчитать все господдержки, которые были оказаны из бюджетов всех уровней, это будет где-то, мы считали, в ФАСе, порядка 50-60 миллиардов рублей. Здесь 700-600 миллиардов. Это уже состоявшаяся часть, а мы можем удвоить эти цифры. Вот тогда, на самом деле, это будет самое серьезное финансовое вливание в эту сферу, и предприниматели говорят об этом, и они хотят этого, и это очень важный элемент. 14-й слайд, пожалуйста. Ну, очень важно, что случилось, еще раз я хочу подчеркнуть. Дорожные карты связаны с предпринимателями, которые являются крайне заинтересованными в том, чтобы были реализованы принципы конкуренции, чтобы отсутствовали барьеры, чтобы было меньше административного ресурса, и правила справедливости были реализованы, насколько это возможно. Они хотят, чтобы эти дорожные карты работали, и они следят за этим. Это очень важно, что кроме нас, государственных служащих, этим занимается еще и бизнес. И, конечно, я могу сказать, что, например, карта по конкуренции, она прекрасна. Она совершенно прекрасна. Там нашли отражение, и все то, что хотел бизнес, то, что хотели мы, его нужно только сделать. И уже значительная часть мероприятий реализована, я о них говорил. Но практически все дорожные карты – это практически серьезные программы по развитию конкуренции и снятию барьеров. Суть этих программ, о чем говорит бизнес, неважно, про таможенном деле, в госзакупках и так далее, они говорят, развязать конкуренцию, принцип справедливости и равного доступа. Все. Эти три слова описывает ядро любой дорожной карты, которой сегодня подписано уже более десяток. Значит, реализация этих дорожных карт в ближайшие три года является тактикой, наверное, правительства Российской Федерации, прежде всего, по развитию конкуренции. Я рад, что эти документы, наконец, есть. Ну, и правительственная комиссия, которая, безусловно, как контролирующий орган, и орган, который принимает системные решения, является ключевым звеном в этой системе, без нее ничего не работает. Ну, и, наверное, завершая, хотел бы привести слайд пятнадцатый. Ну, да, главная проблема наша заключается в том, что, прежде всего, на уровне отраслей, конкуренция, как система, образующая, там, очень важная ценность, не ценность ради ценности, а подход этот дает эффективность, инновации. Он всегда повышает производительность труда, он всегда не поощряет неэффективные механизмы и так далее, и так далее, и так далее. Я не буду все это повторять. На самом деле, они не стали ценностью. Наверное, по-прежнему, как в советские времена, образ крепкого хозяйственника, руководителя региона или, там, местного самоуправления, это ключевая. Да, нам трудно. Бесконечная антикризисная жизнь, когда нужно бесконечным образом латать дыры и некогда подумать о будущем, это, ну, надо удержать ситуацию, но всегда удерживаем ситуацию. Но мне кажется, что в 21 веке, особенно в начале, нужно думать больше еще о будущем, а о стратегии. А стратегия – это и есть конкуренция. И в этом смысле, наверное, всех нас нужно, как государственных служащих, и учить этим современным подходом. Но в ментальности это должно быть как один из самых важных основополагающих принципов. Сегодня этого нет. Отсюда, без каких-то вот решений наверху, в правительстве Российской Федерации, прежде всего, очень трудно ожидать, что будет динамика положительная, движение по этим вещам. Потому что в начале пути для развития конкуренции очень много трудностей. Это нужно преодолеть. Но потом очень много позитивного. И, вообще говоря, иначе мы просто не сможем соответствовать тому уровню, который мы сами себе задали. Поэтому очень важно, чтобы был принят и упомянутый вами, Назиадович, региональный стандарт конкуренции, как стандарт, который должны выполнить все регионы, если его нет. Очень важно, чтобы программы развития конкуренции региональной. Есть уже хороший опыт, потому что 3-4 года все-таки регионы работали. Выбрано было лучше, это надо сделать. И, конечно же, с точки зрения поддержки на уровне министерства, в отраслях, это имеет самое главное значение. Потому что без работы министров здесь и с убежденностью, что это надо делать, все равно ничего не сделано. Таким образом, наверное, на 17-м слайде мы написали чисто организационно, что можно сделать, потому что именно в организации, помимо ментальности и других вопросов, лежит основная задача на наш взгляд на сегодняшний день. Поэтому, если бы выборы разрешили, Дмитрий Анатольевич, и если бы Игорь Иванович был не против, правительственная комиссия могла бы контролировать исполнение соответствующих решений. И на правительстве мы просили бы, если можно, ежеквартально слушать соответствующие отчеты, пусть даже сводные по поводу исполнения дорожных карт и соответствующих программ. Может быть, из регионов лучший опыт можно было бы смотреть. Нам, кажется, все это очень важно. Кроме того, мы еще ряд частных предложений на 18-м слайде показываем. Очень нам хотелось бы, чтобы в оценку регулирующего воздействия в обязательном порядке входила предварительная оценка на конкуренции соответствующих нормативных актов. Это, кажется, нам очень важно. Важно, чтобы в КПА соответствующих и губернаторов, и министров, и всех руководителей то же состояние дел в этой области также находилось свое отражение. Это было бы очень важно, поскольку это все-таки очень важная система, образующая проблема. Ну, кроме того, я упоминал 223-й закон, но он нуждается в таком усилении в сторону малого бизнеса, о чем уже говорил. Спасибо большое за внимание. Спасибо. Интересно, хотя и несколько дольше, чем обычно. Я, единственное, не понял, крепких хозяйственников – это всегда враг конкуренции или нет? Нет, я думаю, что… Сказали, это бог о диабете. Я бы сказал, в диалектическом единстве. Он, без сомнения, для латания дыр – это прекрасный образ, наверное, очень такого сильного человека, который управляет, настоящий управленец. Но при этом хотелось бы, чтобы он видел дорогу, по которой он идет, и куда он идет. Спасибо большое. Садитесь. Пока.